Сегодня у нас красивая дата 22.09.22. Вчера, говорят, был сильный энергетический день. Я в этом не специалист, но тем не менее красивые даты люблю. Такие, как сегодня, например. Давайте начнем. Традиционно сначала пару слов о технологии, и потом по новостям. Новости интересные. Так что есть что обсудить. Давайте начнем четверг. 22.09.22. 20.00 по Минску. Всех еще раз приветствую. Меня зовут Алексей Новомович. С 2005 года являлся инженерно-программистом, разрабатывал IT-проекты. С 2014 года являюсь партнером по продвижению Sky-технологий в фонде СВЦ. Ну и традиционно начнем мы с проблем. Как всегда, в любой стартап это начинается с презентации проблем. То есть, что, какая существует проблема, как ее необходимо решать. Ну и, естественно, в транспорте тоже такая проблема, она уже назрела давным-давно. Многие участники сегодняшние наши знают об этих проблемах, не понаслышке. Ну и, естественно, это и пробки на дорогах, естественно, это аварийность, затруднения передвижения, и так далее, и так далее. Ну и, естественно, это не только в нашей обычной жизни, но также это и в логистике, в промышленных масштабах, в доставке и так далее, и так далее. Ну и, помимо проблем, так скажем, социальных, когда чрезмерное количество транспортных средств мешает друг другу, перемещается, есть еще и природный фактор, такой как осадки, снег, песок, паводки и так далее. То есть, социальные проблемы, природные проблемы, проблемы, связанные с выхлопом. То есть, это как побочный продукт использования транспорта, вот, нефтеразливы и так далее, и так далее. Ну и тоже картиночка, яркая картиночка с выхлопами. Ну, слава богу, такого сейчас уже увидишь все меньше, хотя в некоторых, в принципе, бывает, там, дизелях, в глубинке где-то такое, ну, не такое прям, но тоже бывает, что выхлоп еще тот. Вот, ну и переходя к еще одной сложности, связанной с традиционными дорогами, это, естественно, их строительство. То есть, казалось бы, построить обычную дорогу, обычную асфальтовую дорогу, ну, это занимает целый ряд мероприятий, времени, денег, вот. Ну, и вот взять, допустим, дорогу, то есть, это надо и вырубить лес, и снять плодородные слои почвы, и сделать специальную подушку, и потом все это там, ну, то есть, это очень долго, долго, дорого. Вот, и потом еще приходится все это ежегодно латать, если плохо сделали, вот. Ну, и так далее. Вот, ну, научная, так скажем, мысль уже немножко со временем она продвигается, вот, в сторону, в том числе, транспорта второго уровня, который уже неоднократно, как бы, показывает свои превосходства, именно, то есть, используя над землей. Вот, но все же те решения, которые пока есть, они довольно дорогие, сложны, вот, ну, и не очень эффективны. Ну, и вот одно из, наверное, интересных, самых интересных решений, это вот, как раз-таки, немецкая дорога в Упертале, вот, этой дороге более 100 лет, но, в принципе, такой некий прообраз, или дедушка тех технологий, про которых мы сегодня будем говорить. Вот. Отдельно останавливаться, допустим, на канатных дорогах, наверное, смысла нет, хотя некоторые иногда путают наш транспорт с канатными дорогами, вот, но, тем не менее, скажем просто, здесь скорость низкая, эффективность невысокая, дальность тоже, то есть, ну, тоже сопряжен с большим количеством недостатков. Так, ну, и переходя, как раз-таки, к идеальному транспортному решению, то есть, оно есть, вот, и вот эти все проблемы вышеперечисленные, оно может с легкостью решить, вот, ну, и это струнные транспортные системы SkyWay. Вот, струнные транспортные системы называются так, потому как рельс, по которому движется транспортное средство, вроде бы, снаружи он такой обычный, вот, но внутри есть струны, специальные натяженные струны, в общем-то, которые являются изюминкой данной технологии, то есть, которые позволяют делать струнный рельс очень длинным, очень легким, прочным, вот, где надо он с прогибом, где не надо его можно поднатянуть посильнее, ну, и, в общем-то, вот такие вот пролеты, как здесь на картиночке мы видим, 400 метров, легкая, ажурная, красивая конструкция, вот, которая уже у нас функционирует в Беларуси, в принципе, может масштабироваться по всему миру. Ну, сам струнный принцип, он известен еще с лантовых мостов, вот, то есть, как бы ее просто немножко позаимствовали и переделали в немножко под другой формат. Вот, ну, и, опять же, переходя к транспорту второго уровня, то есть, тоже очевидно, я думаю, для всех, что подняв транспортную систему над землей, мы избегаем очень большого ряда сложностей, связанных с поверхностью земли, то есть, нет необходимости там зарывать какие-то, засыпать, зарывать, раскапывать и так далее, то есть, просто поднявшись над землей, мы получаем идеально ровную поверхность, по которой, во-первых, и легко строить, и которую потом приятно ездить, то есть, не по кочкам, а по идеально ровной поверхности, вот, ну, и, в общем-то, в этой конструкции есть очень много преимуществ. Вот, ну, и, переходя к видам путевых структур, тоже видим здесь, что есть и двусторонняя, можно ехать и сверху, и снизу, есть прямая, есть с провисом. Вот, иногда раньше спрашивали, как же вы достигнете скорости, там, 500 км в час, если у вас вот такие вот транспортные системы с провисом, то есть, у вас уже там будут американские горки, вот, ну, как бы, ответ очевиден, что, ну, на таких трассах, которые с провисом, там, скорость 500 км в час не будет, то есть, там будет скорость, там, до 100 км в час, вот, естественно, ну, и, в общем-то, везде есть свое какое-то разумное объяснение. Тоже картиночка из Беларуси, из специального экотехнопарка, где тестируется данная технология. Мы с вами их уже неоднократно видели. Вот, ну, и вот станция, то, пересадочная, то есть, как раз-таки, та, та самая трасса, где мы видим движение и сверху, и снизу. Вот, сверху, это тот самый высокоскоростной транспорт, который планируется развивать до 500 км в час, снизу городской, до 150, вот, в общем-то, вот образец пересадочной станции, где люди на втором этаже садятся на городской, на третьем этаже садятся на высокоскоростной. Ну, и, в общем-то, это такая станция, она символичная, вот, и там на первом этаже есть музей, вот, в котором, в общем-то, посвященный технологии, струнным технологиям, вот, ну, и тоже очень интересное место для посещения. Красивый закат в Мариной горке, еще одна разновидность транспорта, тоже его, как-то, спрашивали швейцарцы, вот, ну, и вот для них тоже было специально разработано такой вот, одно из вариантов для передвижения в горной местности. Автором технологии является Анатолий Дардович Юницкий, вот, который посвятил данной технологии всю свою жизнь, то есть это и студенческие годы, и постстуденческие, и даже школьные годы, и, ну, в общем-то, огромный-огромный пласт был проделан работы, конференций, выставок, всевозможных патентов, козней, в том числе, то есть такой нелегкий путь, вот, и, в общем-то, сейчас как раз-таки подошли к тому моменту, когда технология готова к внедрению, не только сама технология, но и другие технологии, которые сопутствуют, такие как IT-решения и так далее, то есть, ну, и, в общем-то, тот самый момент, когда она уже все это и внедряется в жизнь. Вот, ну, на сегодняшний день Анатолий Дардович Юницкий, мы 73 года, несмотря на, казалось бы, большой возраст, он заряжает всех своих, многих его окружающих людей оптимизмом, неизмеримым, вот, показывает нам пример, как необходимо двигаться к своей цели на протяжении, там, долгих год, долгих лет и не останавливаться при этом. Вот, ну, и, в общем-то, такой пример, ну, я думаю, что потом про него будут писать книги, вот, образцу той настойчивости, вот, которой, в общем-то, можно, поучиться, вот, ну, и так далее. Вот, ну, и написано огромное количество книг, струнные транспортные системы, это не только на Земле, но еще и в том числе и в космосе. Есть целое научное обоснование с формулами, кому интересно, можно найти в открытых источниках все это есть. Вот еще одна книжечка «Инженер», то есть, здесь с картинками, с описанием, то есть, вся история, история транспорта здесь изложена, вот, у кого нету, приобретите, то есть, в интернет-магазинах есть, вот, ну, и, в общем-то, для изучения очень интересное. Вот, ну, и, переходя немножко к техническим особенностям, ну, тоже просто пример того превосходства, можно так сказать, капсул, или транспорта Skyway, U-Sky, как он сейчас называется, по сравнению, допустим, с рядовым автомобилем, то есть, мы видим коэффициент сопротивления воздуха здесь почти в 10 раз лучше, то есть, сопротивление воздуха в 10 раз будет меньше, то есть, соответственно, скорость можно делать больше, то есть, это, ну, в общем-то, отсюда идет ряд, целый ряд преимуществ, в том числе обтекания, то есть, транспорта на втором уровне, оно будет более равномерно, чем транспорта по асфальту. Ну, исходя из этого, тоже есть и увеличивается скорость, увеличивается экономия топлива, в данном случае топливом является электричеством, вот, ну, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Иногда раньше спрашивали, упадет, не упадет, вот, ну, на что мы пытались объяснять вот такими картиночками, что нет, не упадет, здесь есть специальные поддерживающие ролики, вот, ну, сейчас все, в принципе, ездит, и поэтому такие вопросы уже, в общем-то, не задаются. Вот, иногда нам компания показывает свои некие ноу-хау, вот, в частности, здесь вихретоковый замедлитель, интересная штука, то есть, есть много таких вот наработок, которые закрытые, вот, и потом чуть позже поговорим про статус компании, какой он сейчас имеет, то есть, не только технический, но еще и научный потенциал, вот, ну, а здесь, на этом слайде мы видим, в общем-то, такое обобщение всего вышеперечисленного, вот, по поводу капитальных затрат мы видим, зелененький столбик, что капитальные затраты минимальные, то есть, ну, по сути, простыми словами, это стоимость строительства, оно и понятно, то есть, минимум бетона, минимум железа, то есть, все это находится на втором уровне, то есть, стоимость строительства здесь минимальная, по сравнению, там, с трамваем, с метро, с монорельсом, там, еще с чем-нибудь, вот, то есть, здесь он выигрывает, по капитальным затратам выигрывает, по эксплуатационным расходам тоже выигрывает, потому как нет необходимости латать дыры ежегодно, как в асфальте, нет необходимости каким-то образом чистить. То есть сама трасса является самоочищающейся, то есть нет необходимости, допустим, снег навалило, зимой надо чистить. Вот здесь, в общем-то, больше чем 5 сантиметров на рельсах не будет лежать снег, это все будет просто сам сваливаться. То есть чистить его не надо, то есть опять же это экономия в расходах. Расход энергии минимальный, так как маленькие капсулы, легкие, все это еще на мотор-колесе, на электричество, под управлением компьютера, то есть расход энергии тоже минимальный, здесь тоже является лидером. Пропускная способность при всем при этом, она может быть максимальной, потому как капсулы могут отправляться каждые, вплоть до того, что каждые 2 секунды могут уходить, то есть это по сути делает такой непрерывный поток транспортных средств, вот, ну, как, можно сказать, как кровеносная система, то есть которая постоянно движется, движется в таком движении, она может быть даже больше, чем московское там или юмидское метро. Загрязнение окружающей среды тоже получается минимальное, то есть нет ни этой копоти, нету каких-то там посторонних выбросов, то есть все очень... КПД, мотор-колес там высочайшая, то есть это на уровне там 98%, вот, поэтому загрязнение тоже минимальное. Транспортная аварийность минимальная только хотя бы за счет того, что транспортное средство не пересекается с людьми и животными, то есть его подняли на другой уровень, вынесли отдельно, вот оно не пересекается с детьми, людьми, животными, другими транспортными средствами, с деревьями, то есть это все остается снизу, все эти проблемы остаются снизу, и он так как бы сверху парит, вот, ну, в общем-то транспортная аварийность тоже за счет этого очень сильно снижается. Поэтому, обобщая все, что вышеперечислено, ту проблему, которую мы вначале обозначили, потом все преимущества, которые описали, то есть мы можем смело сказать, что данный транспорт является идеальным решением на сегодняшний день, идеальным, готовым, самым совершенным, готовым к внедрению по сравнению со всеми другими видами транспорта. Линейка транспортных средств тоже широкая, здесь мы видим, начиная от двухместных, трехместных, шестиместных, тридцатиместных, в общем, скоростные, городские, то есть вариантов исполнения здесь широчайшие. Помимо пассажирских решений, есть еще, естественно, грузовые решения. Изначально в бизнес-плане они не предусматривались, но потом со временем приезжали заказчики потенциальные, спрашивали, а можете ли так, а можете ли вот так, а что насчет контейнерных перевозок. Ну и тоже, естественно, решение было найдено. Ну и вот сейчас уже, чуть позже поговорим, тоже ведутся работы его строительства. Огромное количество сертификатов за все это время, огромное количество всевозможных выставок, патентов. Все это хранится в ЗАО «Странтехнологии», можно посмотреть в архивах. Вот, поэтому в открытых источниках тоже можно поискать. Помимо официальных каких-то таких есть, тоже проводятся выставки ежегодно. Вот тоже в конце сегодня поговорим про выставку, которая была совсем недавно, очень интересная выставка. Вот, транспорт, в данном случае «Транзит Беларусь». Защищаются дипломы молодыми людьми, причем компания поощряет такую деятельность. То есть приветствуются выпускники старших вузов, в том числе и к трудоустройству, и написанию дипломов. Дипломы пишутся не только у нас в Беларуси, но пишутся и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пишутся, насколько я помню, самый первый диплом был вообще в Австралии, там студентам австралийским в 2013 году. То есть, ну тоже по этому направлению очень много интересных таких научных дипломных работ. Вот, совсем недавно у нас компания получила статус научной организации, вот, то есть не просто там проектировочная там или разработка, а именно научная организация. Вот, ну и почему, то есть, ну, во-первых, на предприятии работает, ну, если, для примера, здесь 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют ученое звание доцента, более 10 преподают в вузах страны. Вот, за 5 лет сотрудники компании опубликовали более 40 научных работ, 100 статей, 5 книжных изданий. Вот, получены 95 охранных документов, ну, в общем, тут вот перечислено огромное количество достижений, ну, и вот, как результат, совсем недавно компания получила такое свидетельство. То есть, это не каждый, далеко не каждый, таких компаний у нас мало в Беларуси. Вот, ну, вот такой статус тоже очень интересный завоевали. Иногда, вот, мы видим такие вот репортажи, как проходят технические советы с участием Анатолия Дорогича Юрьевского, потому что, как сейчас он часть времени проводит в Беларуси, часть времени проводит в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть приходится немножко разрываться, вот, ну, технологии, в общем-то, интернет-технологии позволяют все это координировать. И даже, вот, как мы были в июле в Экотехнопарке, вот, и задали вопрос одному из сотрудников, а как вы, вот, когда Анатолия Дорогича не нету здесь, а он там, как у вас, не чувствуете ли его отсутствие? Вот, и сказали, наоборот, что когда он там, то есть все еще происходит еще намного строже. То есть, так как, получается, он, то есть контроль усиливается, на самом деле. Вот, поэтому, ну, и тоже вот интересно здесь можно посмотреть на столах вот такие, то есть, надо так у нас не только технопарк, но и экотехнопарк, экотехнологии, зеленые технологии, то есть здесь мы видим вот на столе прям такие красивые зелень кругом, вот, ну, тоже, чтобы было приятно и работать, и, в общем-то, и воздух вентилировался, и, ну, в общем, такой вот интересный антураж. Так как компания в настоящий момент развивается за счет, в том числе, привлечения средств, денежных средств инвесторов, то с целью показать, что, с целью некой демонстрации открытости, то есть никто ни от кого ничего не скрывает, то есть, пожалуйста, ежегодно проводятся аудиты, финансовые аудиты, выкладывается бухгалтерская отчетность, вот такая вот, бухгалтерский баланс, поэтому, ну, в принципе, вся деятельность ведется довольно открыто, то есть все есть в интернет-источниках, вот и вот такие, даже в том числе такие бухгалтерские балансы, которые позволяют посмотреть, на что расходуются средства, сколько сейчас активов, что на балансе, какие убытки, какой там фонд заработной платы, то есть, ну, в общем-то, для интересующихся можно отсюда почерпнуть очень много информации, ну, и мы тоже как-то пару занятий назад рассматривали эти балансы, вот, ну, и тоже кое-какие выводы для себя делали. Это одно из зданий в Минске, на улице Чеботарева, неподалеку от тракторного завода, вот здесь у нас уже более новое здание, находится на улице Железнодорожной, 33, девятиэтажное, большое, уже на 10 тысяч квадратов, но, в общем-то, так как компания растет быстро, то необходимо было больше площадей, ну, и вот в итоге данное офисное здание было выкуплено, вот, ну, и, в общем-то, сейчас тоже на балансе предприятия, в котором, ну, в общем-то, здесь находятся, можно сказать, мозги, то есть, весь интеллектуальный, вся интеллектуальная школа, все КБ, вот, находится здесь, вот, то есть, вообще-то, мозг, компа, голова, находится вот здесь вот на Железнодорожной, 33, вот, а руки находятся у нас в Шабанах, то есть, в Шабанах происходит непосредственно сборка подвижных транспортных средств, вот, и потом уже собранные вот такие красивые машины, все это отправляется на тестирование в Марину горку, 40 минут от Минска, на полигон, площадью 36 гектаров, ну, в общем-то, здесь уже реализовано 5 видов путевых структур, еще 2 процессия строительства, вот тоже хорошая картиночка, где мы видим, в общем-то, на все эти путевые структуры, видим уже транспортные средства, вот, на них прям в действии. Ну, такой немножко взгляд в будущее, когда люди снизу, вот, транспорт чуть выше, в общем-то, друг другу никто не мешает, вот, ну, и когда все в Беларуси у нас было красиво показано, что все работает, заинтересовались технологиями Объединенной Арабской Эмираты, спросили, можете ли вы сделать это у нас, вот, ну, естественно, Анатолий Дрочевницкий сказал, что был бы заказ из Антарктиды, сделали бы в Антарктиде, вот, но, как бы, лучше, конечно, в Дубае, в Шардже, вот, и, ну, и, в общем-то, не зря, не зря он принял такое решение, потому как, ну, на сегодняшний день Объединенной Арабской Эмираты, такой некий финансовый, технологический, ну, такой инновационный хаб, можно сказать, туристический, то есть, куда стекаются сейчас и деньги, и талантливые люди, вот, интересные проекты, вот, ну, и, в общем-то, не миновал, притянул нас этот хаб инновационный в том числе, вот, ну, и была поставлена тоже задача реализовать, показать технологию здесь, в условиях невероятной жары, то есть, ну, так как технология, она универсальная, она может быть как в суровых арктических холодах, так может быть и вот в таком экваториальном жарком климате, и в европейском, то есть, ну, и, в общем-то, это, по сути, демонстрация того возможностей, вот, ну, а в дальнейшем это, в принципе, каждая эта площадка может являться таким центром продаж, вот, допустим, в Объединенных Арабских Эмиратах, это как центр притяжения, там, Индия, Африка, там, Ближний Восток, наша площадка в Марьиной Горке, это Европа, Россия, можно сказать, Скандинавия, вот, ну, и, возможно, где-то еще появится такой же, ну, где-нибудь в Латинской Америке будет обслуживать тот регион. Ну, в общем-то, как есть салоны Мерседес в каждой стране, во многих городах, вот, точно так же, в принципе, может быть и здесь. Вот, ну, и вот мы видим такой небольшой, как бы, фоторепортаж, здесь мы видим, как красиво здесь натянуты струны, аккуратно разложены, вот, и, в общем-то, те самые струны, которые являются основой струнных рельсов, по которым потом движется транспортное средство. Ну, тоже пару картиночек, это реальные картиночки, да, как это все выглядит. Весь 21-й год прошел под флагом всевозможных визитов телекомпании, были репортажи, начиная от японцев и заканчивая американцами, там, и СНН, и, ну, в общем-то, был такой довольно большой информационный такой фон, вот, потом все это перелилось плавно в выставку 2020 в Дубае, вот, видим здесь делегации из Африки, в общем-то, все приезжают, очень удивляются, очень нравится дом, эко-дом, очень нравится эта вся зелень, ну, как вот некий оазис, вот, ну, и макет мы видим линейного города, то есть сами действующие транспортные средства, вот здесь вот, там, с гордостью показывает какой-то документ с трассой, видим на много-много листов, вот, ну, и весь, можно сказать, по полугода было более 300 делегаций правительственных, бизнес-делегаций из Африки, ну, вот, видим вторая делегация из Ганы, были делегации, вот, из Европейской делегации, из Индии, ОАЭ, из Великобритании, Австралии, то есть, ну, как бы мы видим нам, ну, не всю информацию, ну, вот, очень много видим, вот, неоднократно приезжали индусы, причем самых разных мастей, представители выставки Mobility Leaf Middle East в центре испытаний Шарджи, то есть, ну, в общем-то, каждую неделю мы видим какую-то делегацию, вот, ну, вот еще одна очередная Индия, вот, ну, и постепенно, кстати говоря, да, вот, модель струнного транспорта установили в центральном корпусе SRTI Park, ну, это тот самый SRTI Park, это Шарджа Research Technology Innovation Park, то есть, инновационный парк в Шардже, который, в общем-то, и помогает нам продвигаться на, в Объединенных Арабских Эмиратах, ну, вот, установили у него прямо в его здании наш подвижной состав, наш Unicar, вот, так что тоже видно по их действиям, что они и заботятся, и помогают, и продвигают, ну, и тоже будет сегодня новость одна интересная, тоже потом, чуть позже обсудим, вот, ну, и опять же, вот мы на прошлой неделе обсуждали, что проводится, сейчас пошла какая-то волна на радио, репортажей, вот, ну, и где Олег Зарецкий очень интересно все это представляет. Это уже не первый его репортаж, то есть, были еще раньше, вот, ну, сюда можно с удовольствием посмотреть, почитать, о чем он там говорит. Вот, ну, и переходя к адресным проектам, вот, и так как есть уже сейчас две площадки, то, по сути дела, основной, довольно сильный упор сейчас уже будет делаться на, делается на именно установление контактов с, в различных странах, то есть, вот эти все выставки, они помогают обмениваться контактами делами, дабы развивать, уже внедрять струнные технологии конкретно в адресных проектах. Ну, и вот, просто пример, картиночка, как может выглядеть где-то станция, допустим, в городе, как это может выглядеть где-то за городом, ну, и тоже, чем интересно, допустим, эта картиночка, то есть, здесь мы видим, что трассы не только вот вдоль земли, но где-то там сверху, ну, вот, если раньше люди садились в лифт и ехали вниз, чтобы поехать, куда там переместиться, то сейчас, вот, в данном случае, в этом небоскребе люди будут садиться на лифт, ехать вверх, вот, и уже ехать сверху, вот, на транспорте Skyway, либо U-Sky, как он сейчас называется. Ну, и тоже вот такая концепция, концепция линейных городов, тут даже скорее, вот, на этом рисунке мы видим не линейный город, а шахматный город, где перемещение осуществляется над землей, центром жизни являются вот такие вот небоскребы, то есть, те, которые могут быть, в общем-то, являться, там, офисным зданием, там, либо каким-то зданием досуга, зданием, там, медицинского обслуживания, то есть, ну, как некий, как часто любят делать бизнес-центры, ну, по сути, это такой бизнес-центр-башня, где может помещаться все, все, что, как бы, необходимо человеку, то есть, как социальный некий быт, вот, ну, и в том числе, пересадочная станция, вот, ну, а расселяется, можно, вот, вокруг жить в своих домах, вот, ну, и, в общем-то, технология позволяет не только строить такие небоскребы на земле, ну, и даже, вот, на воде, вот, и тем самым, тоже, как бы, расширяются границы освоения, то есть, для маленьких государств, где мало земли, вот, это очень интересное, тоже, решение. Вот, ну, и, да, вот, тоже другая картиночка, это линейный город, то, каким может выглядеть, могут выглядеть города в дальнейшем, то есть, не такие скучные, как сейчас, они могут именно вытянуться в одну линию, потому как скорости до 500 км в час могут позволять передвигаться очень быстро, то есть, можно жить где-то между, там, Минском, там, не знаю, Гомелем, или, там, Минском, Москвой посерединке, и ехать в любую сторону, и в течение часа добираться, куда необходимо. Вот, ну, и вот эта вот концепция линейных городов, она, это не то, что там кто-то придумал из головы, а эта концепция, она даже поддержана, в принципе, организацией объединенных наций, то есть, это та самая организация, которая, в общем-то, одним из ее направлений является, вот, вопрос перенаселения, то есть, перенаселение именно в городах, вот, и этот концепт, он был поддержан, причем, дважды, вот, и Анатолий Дарвич получал гранты на развитие данной концепции, поэтому все идет, таком, по плану, вот, сейчас эта концепция линейных городов, она даже немножко расширяется, новые макеты, новые концепты появляются, то есть, сейчас в компании работают и специальные архитекторы, и, причем, не один, вот, который разрабатывает вот такие вот кластерные поселения, вот, ну, и, в общем-то, которые в дальнейшем, я думаю, эти наработки будут все применяться. Вот, ну, и в итоге, то есть, сеть дорог сначала, там, объединили два города, потом три, потом четыре, ну, и, в общем-то, все это может вылиться в очень интересную сеть, сеть под названием Transnet, транспортная сеть, вот, ну, и, в общем-то, в идеале, то есть, чтобы мы могли сесть у себя где-то в городе на такой, на станции, нажать где-то в телефоне кнопочку, там, не знаю, Токио, например, вот, ну, и транспортное средство несет нас туда, куда необходимо, вот, без всяких пересадок, то есть, ну, вот, в общем-то, такая вот транспортная сеть. Ну, по сути дела, как сеть интернет, которая передает данные на сегодняшний день, интернет, то есть, по всей планете, вот, такая же транспортная сеть Transnet, могла бы объединить весь мир, вот, в такую единую транспортную сеть, вот, ну, это немножко такое наперед, вот, но, тем не менее, тоже интересная концепция. Ну, и, как я уже говорил ранее, помимо струнных систем на Земле, также есть струнные системы еще и в космосе, вот, ну, и Анатолий Дориевич, посвятивший всю свою жизнь транспортной тематике, вот, он подумал не только про перемещение грузов на Земле, но и также про перемещение грузов и в космосе, вот, ну, и тоже это отдельно заслуживает отдельного внимания. Кстати говоря, завтра-послезавтра будет уже, наверное, пятая конференция, вот, посвященная общепланетному транспортному средству. Вот, пока я не знаю, будет ли там трансляция, вот, ну, в прошлом году была трансляция. Онлайн, вот, ну, в общем-то, это уже, ну, да, по-моему, вот, я бы присутствовал на третьей конференции, потом четвертой, ну, скорее всего, пятая будет, да. Вот, так что тем, кому интересно, тоже в открытых источниках можно эту тематику посмотреть, вот, ну, и тоже будем ждать, может быть, каких-то репортажей от ближайшего мероприятия. Так, ну, и говоря тоже, почему мы здесь все еще собираемся, вроде все работает и все красиво, вот, но пока мы собираемся, так как дела доведены еще пока не до конца, вот, мы находимся в преддверии 15-го этапа, вот, у 15-го этапа есть определенные задачи, вот, одной из которых является необходимость достроить высокоскоростную трассу 20 километров, вот, ну, и второе – это достроить трассу для контейнерных перевозок. Ну, по сути дела, трассу для контейнерных перевозок, как Олег Зарецкий объявил, уже, по сути, в конце этого года должны будут уже доделать, вот, ну, и я думаю, что, ну, вот, останется из такого, из крупного – это достроить высокоскоростную трассу. То есть, в принципе, те две глобальные задачи, которые сейчас стоят перед компанией, вот, ну, и так как, ну, задачи для решения все еще есть, то есть компания на самофинансирование пока не вышла, проводится привлечение средств от частных инвесторов, от людей, которым технология эта нравится, которым она откликается. Ну, по сути дела, это краудфандинг, вот, то есть, когда какая-то технология людям нравится, и человек вкладывает в эту технологию свои кровные, чтобы получить на выходе готовый продукт, какую-то долю, которая будет ему принадлежать, в общем-то, ну, и есть в личных кабинетах есть все виды пакетов, начиная, там, от студентов, малышей, там, пенсионеров, в общем-то, на любой вкус и цвет, рассрочки, разовые платежи, то есть, в общем-то, каждый человек, которому не безразлично данная технология, может ее поддержать, выбрать для себя какой-то определенный пакет, получить свою долю в технологии, потому как это, ну, у нас не благотворительность, а это официально оформленная доля, то есть, есть люди, которые строят, получают за это зарплату, есть люди, которые это финансируют, получают за это долю, ну, и, в общем-то, такая вот синергия и, в общем-то, на протяжении этих всех лет показывает свой хороший результат, вот, ну, и, так, мне сейчас этот слайд подгружается, каждый человек, которому эта технология нравится, в общем-то, получает специальную запись в реестре, может получить сертификат, вот, ну, и дальше этим сертификатом может, ну, либо его подарить детям, внукам, либо как-то продать в дальнейшем, то есть, в общем-то, ну, или как с любой формой собственности, то есть, может поступить. Так, ну, и поэтому все, кто смотрит данную презентацию, допустим, из новичков, то есть, тоже вот то, что мы сегодня рассказали, то есть, все это есть, все это строится, вот, и если вам хочется эту технологию поддержать, то, пожалуйста, милости просим, приходите в, зарегистрируйтесь в кабинетах, выбирайте пакет, поддерживайте технологию, вот, ну, и тоже будете наблюдать, как она будет развиваться в дальнейшем, вот, ну, и, может быть, даже будете кому-то еще рекомендовать. Вот, ну, и переходя как раз к той самой теме новостей, про которую я говорил, очень интересная новость, вышла буквально на днях. Это Unibike, который показали на выставке InnoTrans в Берлине, вот, ну, и уже так, глядя из высоты вот этих всех уже лет, которые мы наблюдаем за проектом, первая у нас была выставка в 2016 году, это было самое первое, это было очень волнительное мероприятие, очень много партнеров у нас поехало туда, в Берлин, посмотреть все вживую. Вторая выставка у нас была в 2018 году, вот, на третью выставку хотели в 2020 году, но в связи с пандемией было перенесено, ну, и вот сейчас 2022 год, уже так вот тихонько, ну, что интересно, здесь уже представляли транспорт, не сама компания, а представляла именно Министерство транспорта Дубая, то есть это делегация из управления дорог и транспорта Дубая, RTA, вот, и она уже непосредственно, уже не наша компания, а они представляли данный концепт вот в Берлине, то есть это, ну, в общем, приятная такая, как бы, новость, что уже не только нам, но и вот при поддержке RTA, то есть технологии начинают двигаться в мир, вот, на таких престижных выставках, как «Инотранс» в Берлине. Вот, ну, и сразу же, тут уже следом была статья, и Надежда Косарева, как раз-таки генеральный директор, она и поделилась, то есть, зачем же все это происходит, то есть вот эти все выставки, вот, ну, и на пару вопросов, вот такие у нее сейчас, ну, почитаем ответы. То есть, почему важно вообще участвовать в выставках? Ну, вот она отвечает, что присутствие в выставках увеличивает узнаваемость компании на международной арене. Сотрудники компании получают возможность узнать, какие технологии сейчас востребованы, ну, такой некий обмен опытом. Выставки помогают установить новые деловые контакты. Ну, вот я помню, первые выставки в «Инотрансу», там были там целыми стопками были визитки, которые потом переправлялись в Минск с контактами. Вот, поэтому, ну, очень, ну, имеет все это эффект. Вот, ну, и на кого рассчитаны презентации проекта? Ну, и вот тут тоже, в принципе, два обозначенных, два пункта. То есть, во-первых, это представители крупных предприятий, которые нуждаются в доставке сырья к месту переработки. Вот, ну, и второе – это госслужащие, которые формируют программы развития транспортных систем в регионах. Ну, по сути дела, ну, да, администрации всевозможных там городов, стран, которые у себя будут в регионах все это внедрять. Вот, какие вопросы чаще задают посетители выставок? Вот, ну, вот мне понравилось здесь, что, ну, раньше многие спрашивали, как это все работает, вот, ну, и там были у нас целые стенды, как это вот красиво там падает, этот, там, опору там сбивали, там, как все это ехало. Сейчас уже, как бы, больше, уже, как бы, компания уже узнаваемая, и уже идет не вопрос не о том, как это работает, а куда нужно обратиться, чтобы конкретно, там, рассмотреть какую-то, какую-то сделку, какое-то решение о каком-то, то есть уже, как бы, вот, от любопытства переходит уже к практическим таким вот вопросам, как это сделать, сколько это будет стоить. Вот, ну, и вот тоже комментарии по поводу, какие выставки были самыми успешными для компании, вот, ну, а отвечать, что вот, как раз-таки, 2016 год впервые показали 14-местный юнибус, вот, и двухместный юнибайк, в 16-м, в 18-м году впервые представили высокоскоростной струнный транспорт, тоже это был фурор, вот, и когда, вот, привезли этот юнилед, накрытый, ну, как называется, тканью, то есть было непонятно, что там находится, никому не показывали, вот, и думали, ну, даже какой-то, типа, пошел слух, что тут русские привезли ракету, вот, такая вот вся она была, что за ракета, всем было удивительно, но потом оказалось, что это не русские белорусы, вот, что это, а, тоже думали, что шведы, то есть тоже был такой момент, вот, ну, в общем, белорусы привезли такой вот инновационный высокоскоростной болид, вот, ну, и дальше продолжим, всемирный правительственный саммит 2019 года в Дубае презентовали Юникар, и Экспо 2020, вот, как раз то, что мы говорили в Шарже, ну, и, в общем-то, гости со всего мира посетили испытательный центр в Шарже и попробовали транспорт в действии, это самая результативная выставка из всех предыдущих. Ну, в общем, то есть, обоснование здесь простое, то есть, это обмен контактами, это демонстрация возможностей, обмен опытом, вот, ну, и, в общем-то, какая выставка принесла осязаемые результаты, вот, мы видим, что, вот, выставка 2019 года, как раз-таки на ней было анонсировано строительство 15, ну, не строительство, а проект 15-километровой трассы в Дубае, вот, на котором мы тоже, в принципе, ну, видели, то есть, как все это, ну, футуристично выглядит. Как измеряют эффективность участия в выставках, то есть, ну, есть несколько критериев оценки, то есть, во-первых, это рост узнаваемости компании, то есть, количество упоминаний в СМИ, количество деловых контактов, подписанных документов и новые технические решения после мероприятия, вот, в принципе, тут, я думаю, все понятно. Насколько трудно подготовиться к выставке, ну, тоже отвечаю, что зависит от масштаба мероприятия, то есть, сначала нас мало кто знал, вот, поэтому представляете технологию максимально широко, ну, а сейчас уже немножко другая ситуация, выставки больше нужны для того, чтобы заключать контракты, вот, и сейчас уже такие большие стенды не нужны. Так, ну, и какие выставки пройдут в будущем, вот, выставка пройдет в Берлине без нашего участия, вместо этого мы при направим ресурсы на несколько мероприятий, которые связаны с регионами, где наиболее перспективно применение струнного транспорта, ну, в общем, вот такой вот небольшой репортаж, поэтому, вот, меня лично, меня эта выставка в Дубае, в Берлине порадовала, вот, ну, как-то она немножко прошла тихо, вот, ну, я теперь понимаю, почему тихо, потому как она была организована как раз-таки Министерством транспорта Дубая, вот, ну, и, в общем-то, тоже на сайте есть промо-ролик небольшой, там видно, кто там был, вот, как все происходило, то есть, вот эти все стенды можно более подробно рассмотреть, ну, вот он такой вот красивый, здесь мы его видим. Так, ну, и тоже вот очередная делегация из Индии посетила, уже, как бы, мы уже каждый раз уже даже особо не вникаем в детали, то есть, ну, в общем, тут схема классическая, катают, показывают из пакета линейного города, проводится конференция, смотрится высокоскоростной, то есть, опять же, каждый раз это эмоции, благодарственные письма в журнале благодарностей, вот, и желание сотрудничать дальше, ну, в данном случае тут была делегация Green HydroTech Projects, компания, которая помогает иностранным организациям в сфере возобновляемых источников энергии выйти на рынок Индии, вот, вот такой вот контакт, так что, ну, очень, тоже, ну, радуемся, вот, все идет, продвигается. Так, ну, и вот тоже картиночка такая, как будет выглядеть контейнерное депо на трассе номер 2 в Шарджи, вот, ну, и, как мы уже говорили, произойдет это, ну, ожидается, по расчетам в декабре 2022 года, либо в январе 2023, когда уже вот эти тяжелые контейнеры 10, 20 и 40 футовые, мы увидим, ну, вот, движение. Так, ну, и переходя к новостям партнеров, которые как раз-таки финансируют проект, есть специальные, помимо пакетов, которые мы рассматривали на любой вкус и цвет, есть еще партнерские программы, которые поддерживают активность из этих программ, которые, это, вот, СВЦ Champions Challenge, вот, который, третий его этап, вот, в прошлый раз нам Олег поставил, что выиграл золото во втором этапе, с чем его поздравляем, вот, и победители едут в Доминикану, ну, и вот она, третий этап, здесь уже супер приз, это путешествие в Объединенные Арабские Эмираты, поэтому, кто мечтал попасть в Объединенные Арабские Эмираты, пожалуйста, вот, участвуйте в этом челлендже, завоевывайте золото, вот, и во второй половине января, welcome в Объединенные Арабские Эмираты, в том числе это будет посещение вот этого нашего центра испытаний, поэтому дерзайте, кто мечтал попасть, есть хорошая возможность сделать это в подарок, вот, ну, и в подарок себе от компании, вот, ну, и уже тоже, в принципе, неоднократно говорили, что компания сейчас потихонечку проходит некий такой преобразование, реструктуризацию, ребрендинг, вот, ну, и в том числе меняются немножко, вот, цветовая гамма, где-то там логотип, то есть новая концепция СВЦ, Skyworld Community, как фонда, который привлекает инвестиции, вот, ну, и тоже целая есть статья на сайте, рассказывающая, вот, Алексей Суходой в частности рассказывает, что было вложено вот конкретно вот в этот логотип, вот в это название, вот в такое вот оформление, в общем, там и смесь высоких технологий, там и смесь социальной инженерии, там и смесь обучения, то есть, ну, целый такой вот букет смыслов, вот, который Алексей Суходой всегда с удовольствием передает, вот, ну, и, кстати говоря, он тоже приезжает на эти выходные, будет здесь в Минске, вот, кому интересно будет с ним встретиться, мне напишите, вот, возможно, в понедельник или вторник мы с ним как раз-таки в такой приватной атмосфере где-то здесь и пообщаемся. Вот, ну, в принципе, по новостям все, вот, Олег, включайся, новости хорошие, вот, особенно, вот, берлинские меня порадовали, компания движется, так, Олег, заходи, и говоря, тоже, Степина, если есть желание, можно выйти, вот, ну, какой-то, я могу сделать с организатором, вот, и пару слов можно тоже сказать. Да, всем здравствуйте, за новости, да, тоже очень порадовался за Берлин, вот, так что ждем уже, наверное, видеть, несмотря на всю вот эту вот сложную геополитическую ситуацию, как говорится, бизнес продолжает, как говорится, делать свое дело, делать деньги, вот, и, конечно же, такие инновации, тем более в наше тяжелое время, когда непонятно, что с энергоресурсами, да, конечно же, здесь транспорта Юницкого, Ютранспорт, 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 вот, это, конечно же, просто спасение, мне кажется, вообще, с точки зрения и частной ситуации, вообще такой нынешней ситуации, да, и задел на будущее, потому что действительно это очень колоссальная экономия и ресурсов, и материалы емкости, вот, энергия, и, конечно же, вот, вот эти вот возможности построить дороги, скажем так, и на севере, и в жарком климате, в общем-то, конечно, пришло время быть нашему транспорту, да. Да, 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 вот, и еще фраза была, ну, недавно интересная, как-то она тоже еще сказал, сегодняшние проблемы мы преобразуем в, сегодняшние социально-политические проблемы мы преобразуем в завтрашние технологические там какие-то инновации, что-то такое вот интересное. Ну, да, потому что я говорю, что все равно любые войны заканчиваются миром, вот, поэтому, конечно же, вот, что сейчас происходит, надо все равно смотреть в будущее и думать об этом, и действительно, нам с вами концентрироваться, конечно, надо на том, что как мы можем помочь этому миру, в общем-то, перейти, вот, ну, на каждом своем месте, да, рассказывать, вот, о новой технологии, это гораздо, скажем так, эффективнее вообще для построения будущего вообще планеты, мира и так далее. Ну, как меня, продуктивнее, да, созидание. Ну, продуктивнее, просто сейчас такое время энергии, когда о чем ты думаешь, что происходит, потому что, если, конечно, все время думать о плохом, а оно будет приходить вообще в свою жизнь, в жизнь твоих окружающих и так далее. Если, несмотря на все, скажем так, не опускаться, как я уже рассказывал, ниже нуля, а все равно находиться все-таки там в позитивном, скажем так, в позитивном настроении, пусть даже в минимальном, но позитивном, да, вот, поэтому я говорю, все равно надо находить те возможности, которые тебя зажигают, как говорится, заставляют глаза светиться. Уже сколько Анатолий Эдуардович, правильно ты сегодня, Леш, привел, что сколько уже человек терял, падал, но все равно вставал, двигался дальше. И вот видите, теперь мы уже, скажем так, его последователям, мы действительно гордимся тем, что человек не просто, там, скажем так, мальчик-мажор, да, там, превратился там, там, сын богатого человека, конечно, ему легко, вот там миллионы там, да, ну, как вот приводит пример, да, многих богатых там людей, которые, в общем-то, стали богатыми, потому что у них был хороший трамплин, да. Вот у Анатолия Эдуардовича, действительно, вот он поднимался, даже та, скажем так, его малая родина и та, как говорится, подверглась вот чернобыльской вот этой вот пострадавшей дала чернобыльской катастрофы, и даже это он потерял, поэтому вот как Леша рассказывал, что кусочек земли, как раньше в русских сказках показывали, да, брали с собой вот этот вот гор с земли, привез, и вот в Марьиной горке вот он это вот все расположил, что это будет теперь моя малая родина. Ну, в общем, поэтому для меня тоже, Анатолий Эдуардович, это, скажем так, не красное слово, а действительно является огромным примером для жизни, и когда что-то становится плохо, конечно, вот можно брать фигулин, Анатолий Эдуардович, читать, тот же инженер, перечитывать, смотреть, вот, и действительно, опять-таки, 73 года, многие уже говорят, куда, там, чего, как, Анатолий Эдуардович, скажем так, уже какая-то там, вторая, третья, пятая молодости, дай бог, чтобы это так и дальше было. И вот завтра, да, уже конференция по космосу, вот, и действительно, и, в общем-то, огромный пример, огромный пример для всех. Я говорю, что, ну, город, конечно, тем, что знаком лично, и сколько, действительно, вот пусть эти, скажем так, небольшие минутки, скажем так, совместного пребывания, ну, в общем-то, да, удается пообщаться, Анатолий Эдуардович не чурается от такого простого общения, и, конечно же, это дорогого стоит, потому что кто его лично знает, конечно же, знает, какой он вообще человечеще с большой буквы, да. Ну, да, ну, и когда, как ты говоришь, задаешь ему вопрос, вот, и проваливаешься в его глазах, да, вот. Ну, да, вот, там просто вселенная, целая вселенная, да, просто попадаешь во вселенную и понимаешь, что ты становишься просто вот песчинкой, сколько человек знает, умеет, может все это реализовать, и, конечно же, ну, поэтому мы каждый на своем уровне стараемся помогать, делать, вот. И надеюсь, что все это мы с вами уже в ближайшее время сможем ощутить, видите, вот и Берлин опять 20-22, несмотря на, скажем так, спецоперацию, да, которая сейчас движется, вот, и несмотря на вот этот газовый конфликт и блокировка, скажем так, вот этих всех Сименс, этих турбин, вот. Ну, видите, Юскай, вот он отправился. Ну, видишь, уже узнают, то есть уже, видишь, не первый раз, уже узнают, вот, и это тоже приятно. Ну, как говорил, да, Ганди вроде говорил, что сначала над вами смеются, потом вас, что там. Нет, сначала не замечают, да, потом смеются. Что дальше потом, Лёш? Ну, а потом... Нет, там сначала не замечают, потом смеются, потом что-то с вами борются, потом вас ненавидят, а в результате потом соглашают. А, и вы побеждаете. Да, и вы побеждаете. Так что, да, делать свое дело. Надо такие вот фразы действительно помнить. Фразы великих людей я люблю перечитывать, вот, и где-то вот действительно для себя оставлять. Ну, хочу сказать по поводу поездки, конечно же, вот это вот, скажем так, сейчас в суперфинал идет на победу в Дубае. Вот. Ты, Алексей, пока еще не озвучил, но, в принципе, есть люди, которые, в общем-то, не очень любят, может быть, вебинары. У нас, как всегда, человек 9, 10, 11 у нас постоянные вот у нас люди, которые присутствуют. Но и у меня, допустим, есть партнеры, которые хотят оффлайн-мероприятия. Поэтому я тоже сейчас вот с экрана, скажем так, компьютера обращаюсь к вам, что мы планируем с Алексеем, наверное, может быть, где-то вот в первой, во второй, скажем так, неделе октября, может быть, там, 15 октября вот так вот сделать, наверное, провести такой оффлайн-мероприятие, вот, поэтому давайте тоже вот те люди, которые сейчас слышат это, свяжитесь с Алексеем либо со мной, ну, в общем-то, напишите. И действительно, давайте подумаем, как это сделать. Может быть, это действительно многим людям это будет интересно, потому что кто-то вот не знает, как заходить на этот Мирополис и так далее, там, ну, какие-то вот сложности забывают. А если уже конкретно пригласить, может быть, людей, которые рядом с вами, вот, прийти непосредственно пообщаться с Алексеем, там, с людьми, которые, в общем-то, рядом с вами, они могут услышать, задать вопросы вот так, глаза в глаза. Ну, в общем-то, ждем от вас обратную связь. Если это будет, скажем так, больше людей будет, больше зал, если это будет небольшой, значит, немного людей можно сделать в меньшем, в меньшем зале. Вот, вы знаете, что сейчас, мне кажется, с этим вообще проблем нет, залы есть красивые, большие. Ну, вот, в районе Каменной Горки я когда-то проводил несколько мероприятий, поэтому, ну, скажем так, можно это сделать. Если вам эта идея интересна, то тогда поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, чтобы мы как-то тоже отреагировали, то есть увидели вашу реакцию. Вот, поэтому ждем восклицательные знаки и ждем от вас, скажем так, спасибо. Вот, и ждем от вас тогда также ваших людей на наших мероприятиях. Ну, я еще добавлю, да, что с октября переходим на... по понедельникам будем проводить. То есть у меня по семейным, получается, обстоятельствам я не могу четверг, вот, поэтому проводите такие вот живые вебинары, поэтому, наверное, будем проводить, попробуем по понедельникам. Вот, ну, как бы все анонсы в чатах мы дадим, вот, но, как бы, чтобы были уже немножко в курсе. Вот, в общем, в чатах сообщим. Вот, ну, в принципе, на этом, наверное, все. Олег уже убежал, вот, ну, всем еще добрый вечер, да, Александр, Таисия, вот, всем, кто проявлял участие за время, за вашу поддержку, да, Ольга тоже благодарю. Вот, так что будем на связи, кому интересно живые встречи в Минске, напишите там мне, будем собирать, скажем, обратную связь, вот, встретимся, вот, мы пообщаемся уже вживую, там, или на следующую, или через недельку, вот, ну, и, в принципе, все, наверное, тогда на этом. Всем еще раз спасибо, вот, и до новых встреч. Да, благодарю, Валентина, благодарю. Все, всем всего доброго, пока-пока.